Всем привет, друзья, с вами Тимпос, и мы продолжаем играть в игру Rom Total War. И перед началом этого прохождения, что хочу сказать, друзья. Вскоре мы завершим кампанию за Юриев, потому что у нас уже захвачено 9 поселений, а по условиям короткой кампании необходимо, чтобы мы захватили 15 поселений и пережили смерть державы Галлов. У Галлов осталось всего несколько провинций. Это Олесия, если не ошибаюсь, вот здесь город есть один, второй город на севере, то есть это три, четвертый здесь, Гальский. И еще один, я не знаю, захвачен ли он кем-то, либо еще принадлежит ли Галлам, есть город здесь. То есть у них 5 городов, я правильно посчитал? Раз, два, три, четыре, да, должно быть 5 городов. У нас, напоминаю, 9 поселений, то есть после их захвата у нас будет 14 поселений. Достаточно будет захватить еще один город любой фракции, и мы победим. Вот, в случае, если вот у Галлов осталось столько поселений, сколько я назвал. Поэтому я думаю, что это еще максимум 2-3 серии, и мы завершим прохождение. Поэтому необходимо уже начинать выбирать, за кого мы будем играть после Юриев. Юлиев, это важный вопрос, и я бы не хотел этот выбор делать самостоятельно. Мне было бы интереснее узнать ваше мнение, поэтому кто желает проголосовать, принять участие, выбрать следующую фракцию для игры, то переходим по ссылочке на мою группу ВКонтакте. Там будет опрос, в котором вы можете проголосовать за любую фракцию, которую вы хотите, чтобы я играл в этой игре. Единственное, что фракции, кроме римских, в Риме, Total War, 16 штук, но опрос позволяет лишь разместить 10 вариантов. Поэтому 6 фракций, которые, на мой взгляд, являются менее интересными, были оттуда убраны. То есть 10 наиболее интересных лично вот для меня, для прохождения. А вы уже из них выберите, пожалуйста, что интересно вам. Ссылка в описании. Переходите, голосуйте. Вот, все. Теперь можем переходить к основной части. Скорее всего, 15-м городом будет поселение повстанцев. Знаете, наверное, я его даже сейчас захвачу. У меня же тут силы копятся. Их зачем-то здесь коплю. И, наверное, я их поведу вот сюда. Захвачу нейтральное поселение, чтобы сразу же победа над галами была окончательной в данной кампании. Галам, конечно же, сложнее сейчас становится воевать, потому что мы отжали у них большую часть их поселений. И ограниченное количество ресурсов, конечно же, должно сказаться и на их армиях. Так, я помню, что у меня были шпионы. Я помню, что у меня были шпионы, и я не помню, где они. Вот, вот у меня шпион. Давай-ка я тебя чутка вперед продвину. Ага, какая прелесть. Так, я думал, вас тут, конечно, меньше, ребята. Убийца. Ну, давай я тебя сюда перенесу. Пока не вижу, кого можно здесь убивать. Так, и куда нам идти? На юг или на север? Интересный вопрос. Если я не ошибаюсь, то именно здесь я пополнял армии. В конце прошлого хода у меня были с этим определенные сложности. Да, так и есть. У нас, видимо, было сражение какое-то, да? Я уже забыл. Так, раз генерал, два генерала и один генерал у нас, так как я понимаю, появился с одной звездой. Мы его в Лукдуне, собственно, и оставим в таком случае. Так, давайте смотреть. Нет, я сейчас отряды соединю, которые можно соединить. Так, давай, 7.57. Нормально. Четыре остается, хорошо. Принципы. Один отряд у меня отправится сейчас в Рим, судя по всему. 66, все, готово. Теперь выводим армию из города, за исключением от отрядов, которые необходимо восполнить. Вывели, хорошо. Дальше. Заводим сюда генерала. Он будет у нас в городе находиться. Так, восполняем. Давайте и гастатов, поскольку принципов я сейчас отправлю в дальнее плавание. Вот поэтому, наверное, я все-таки буду гастатов качать, потому что, ну, с принципами все сложнее. Так, эту армию я могу, в принципе, уже выводить из массилия, но здесь низкий общественный порядок. Как мне его улучшить? Никак. К сожалению, никак, только лишь за счет нормализации налогов. Понижения, точнее, налоговой ставки. Как мне это сделать? Ох ты ж, ё. В обычном время я знал, куда нажимать. Здесь все сложнее. Так, это экономика. Это древо. По идее, где-то в окне финансов. Это должно, наверное, быть. Давайте поклацаем. По-моему, я где-то находил окно экономики. Не могу ошибаться, конечно. Но там был ползунок по поводу автонастройки по налогам. Не здесь, ладно. Вот, 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 что это у нас? Автоуправление налогами. А если не автоуправление налогами, то что? Автоуправление всем. Окей, я убрал галачу с автоуправлением налогами. И как мне теперь налогами в каждом отдельном поселении управлять? Короче, кто, ребят, знает, дайте мне знать, пожалуйста. Потому что это и в дальнейших кампаниях тоже мне может пригодиться. Потому что я здесь не вижу. Как мне общий уровень налогов изменять? Где оно было? Я уже забыл. Вот. Политика трат определяется и-и. Тратить, сохранить. Ну, я не понимаю, какой уровень налогов? Почему нельзя регулировать? Это относится к автоуправлению строительством, а не налогами. Политика трат. Давайте посередине поставлю, я не знаю. В общем, меня интересует, как налогами управлять. Я пока не вижу такой опции в этой игре. Масилия. Что же мне с Масилией делать? Мне нужно из нее вывести войско. Я этого сделать пока не могу. Так, Лугудун. Там что-нибудь строится? Ничего тут не строится. Улучшение здоровья. Давайте хозяйство построим. Поставим. Медиаланий, Ореций, Потавий, Аримин, Сингестика. Салона. Опа. Давайте в рынок. В салоне поставим. Короче, следующие поселения, которые я буду захватывать, друзья, мы их будем не порабощать, а оккупировать. Потому что уже нет возможности у нас оккупировать. Везде общественный порядок слишком низкий. Это уже чревато серьезными последствиями для нас. Не можем больше мы так рисковать. Хорошо. Так. Теперь нужно эту армию также объединить. и необходимые отряды отправить в город на переподготовку. Так. Четыре. Хорош. Хватит. Стоп. Пятьдесят четыре. Нет, нет, нет. Чуть математика меня не подвела. Шестьдесят четыре. Давай сюда. Попал? Нет. Нет, не попал. Есть. Все. Эти отряды мы переводим в город. На переподготовку. Велиты. Проводим с ними то же самое. И кавалерию, соответственно. Император! Тоже. Я туда ее отправил? Да. Все туда. А в том случае я отменю заказ гастатов. Конечно, не хватает. Может быть, отменить строительство этого в салоне. Первое очередное сейчас войска пополнить. Давайте отменим. Это сейчас более важно. Давайте вместо двадцати пяти. Одиннадцать. Окей. Так. Пополнение мы поставили. Эти две армии здесь ожидают. Ну и дальше нужно ждать. Видимо. Ну да. Делаем ход. Смотрим с действиями противников. Сцепиона оккупируют. Осаждают Карфаген. Тут появляются даки. Я надеюсь, они не ко мне идут. А что они, кстати... А, я опоздал, да? Подожди. Это не серый цвет, это коричневый цвет. Это поселение даков уже. Я думал, это повстанцы. Я уже губу раскатал. Куда вы идете? Дом сцепионов Македония. Давайте вы дважды подумайте перед тем, как границу переступать, ребят. В этой игре... Ну, за Римом это не так ощутимо. Потому что все-таки Рим достаточно сильная фракция. Изначально имеет союзников в виде брутов и сцепионов, которые, как бы, ну, до определенного момента не предадут тебя. А вообще, если играть за другие фракции, любые, то на очень высоком уровне сложности противники крайне агрессивны. То есть, если у тебя есть, допустим, четыре соседа, то будь уверен, что рано или поздно все четыре тебе войну объявят. И, скорее всего, все четыре первым делом тебе войну объявят, а не кому-то другому. С Юлями в этом плане, конечно, попроще. Тут и соседей так-то немного. Одни галы. Ну, и сейчас вот даки. Я думаю, что сейчас они на нас нападут. Что-то мне подсказывает. Есть такое ощущение. Так, давайте смотреть, какая у нас армия тут сформировалась. Ну, три отряда гастатов, три отряда лучников, две кавалерии, три баллисты. Баллисты многовато. Больше двух я в армию не хочу брать. Тут пять гастатов. Ну, это нормально. Ого. Насколько плохой тут уровень общественного порядка. Слушайте, а я на это не повлиял никак, случайно? Ну, вот Паттавии. Чисто проверить. Где-то кнопка здесь была, нет, не сюда. Так, попробуем сделать так. Сохранить, допустим. Меняется ли что-то? Нет, ничего не меняется. Если мы сделаем наоборот. Тратить. Нет, все равно красный цвет. Один хрен, короче. Это от этого не зависит. Если убираю автоуправление налогами. Ну, как бы, никакой абсолютно разницы. Зачем здесь есть кнопка автоуправления налогами, если ими нельзя в ручном режиме управлять? Ну, или я не понимаю, как ими управлять. То есть, в обычном Риме я знаю, что можно было поселение освободить от уплаты налогов. То есть, полностью. Кажется. Или это не в первом Риме было? Там точно был общий показатель налогов на всю фракцию. Низкий, средний, высокий. Здесь вот такого ползунка не вижу. Я не понимаю, где он находится. Может быть, окно фракции? Это оно и есть. Это и есть окно фракции. Ясно. Ладно. Хрен с ним. Я ход сделал? Я ход сделал. Галы к мне тут тоже начинают подходить. Что, на Нарбан Марти пойдем? Или на Север? Не знаю, не знаю. Император! Уходим! А ты сделала, да я ходил! В 955. Давайте построим в салоне рынок, который я планировал там построить. А почему я сейчас кое-что увидел? Почему здесь два генерала? Какой интересный вопрос. Я здесь точно двоих не отправлял. Управление двоечка. А у этого вообще ничего. Полный ноль. Давай тот, что нулевой, я его отсюда беру. Ну, как бы тут не нужен, я думаю. Как не повлияет на само поселение. Пусть он будет где-нибудь поближе к нашим границам. Так, переобучение поставил. Единственное, что я хотел обучить больше кавалерии. Давай тогда в Потаве я найму кавалеристов. Два отряда кавалеристов. Два отряда кавалерии, это маловато. Как я буду войска выводить из Потаве? По такому низкому уровню. Вот странно, почему? В Потаве с армией очень низкие медиалайнии. А, потому что город более развитый. Ясно, видимо, там больше рабов поместилось в нем. А я могу как-то это поправить? Ну, на следующий ход поставлю колизей строить. Так, сегистика. Здесь могу поставить... Ага, тут и так хороший уровень общественного порядка. Я тогда не буду этого делать. Давайте посмотрим, где что еще могу заказать. Так, салона Лугдун Массилия. Ну, давайте построю здесь в Массилии. Это не даст прирост, не коже. Что это? Ореции. Ореции тоже с порядком нет проблем. Так, ладно. Давайте уже какие-то действия предпринимать. Так, я, во-первых, не все отряды смог на прошлый ход переобучить. И сейчас допускаю ту же самую ошибку. В таком случае в Массилии мы отменяем строительство. Массилия, Массилия. И нанимаем дополнительно гастатов. Лишними не будут. Так. Здесь тоже нам гастаты, конечно, понадобятся после вывода войск. Ладно, делаем ход. Не, ну даки же не совсем тупые на меня нападать. Ну, вроде не совсем. Македония, Сенат, Перемидия. Ух, что это Сенат. Так, ну смотрите, тут можем армию уже, я так понимаю, выпускать из города. Единственное, что... Одного генерала мы отменяем три ария и одну баллисту. Хотя, с другой стороны, я же могу эту баллисту кому-то передать. Ну, какой-то другой армии. К тому же не у всех есть баллисты. А, тогда все три идем. Потом просто обменяюсь с другой армией. Тогда отменяем... Кого я там? Три ария и генерала. Да. К сожалению, из-за баллисты армия серьезно замедляется. Печалька. А сейчас интересный вопрос. Ну, пока восстания там нет. То есть просто, просто плохой общественный порядок наблюдается. Целая армия с принципами. О, да. Которых я нигде не могу пополнить. Какая прелесть. Волшебно. Так, давайте здесь колизей построю. Наверное. Дальше. Переобучение завершилось? Завершилось. Раздаем войска. Кому, 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 кого и сколько. Два сюда кавалериста, один влево. Раз, два, раз, два, три. Точно сюда. Уходим. А этих точно сюда. Приказы. Так. Здесь нужно еще два отряда гастатов. Всех остальных в противоположную сторону. Волководец. Господин. Волководец. Сколько здесь мне нужно? Четыре, да? В городе всего четыре. Император. Волководец. Низкий общественный порядок. Ну, это мы сейчас поправим. Мне не нравится, что гала трутся возле моего поселения. Вот вообще, чего тут забыли, а? 189. У нас численное преимущество. Мы не должны проиграть, надеюсь. Победа. Чего ж такие большие потери-то у нас? Капец. Прямо это уже вымораживает. Так. Господин. Если я отсюда армию выведу. Вперед. Будет низкий общественный порядок. Так. Давайте посмотрим по строениям. Где я могу какое-нибудь строение строительства отменить? В Потаве я могу отменить. Колизей в салоне. Зараза. Ну, давай в Потаве пока отменю. Это не экономическая постройка. Нанимаем гастатов. Сможем на них напасть? Нет, не сможем. Ладно, следующий ход. Так, ну а здесь мне нужен кэш на восполнение войск. Снова. Полководец. Просто каждую битву не хочется играть. Тем более мелкую. Битвы здесь достаточно муторные. Но именно на... То, что они на телефоне. Так нормально можно было бы играть. Император! Господи! Император! Так, восполняем. И денег на новый отряд гастатов не хватает нам как раз. Стоп! Что я сейчас увидел? Что я сейчас увидел? Что я сейчас увидел? Как это обратно вернуть? Как это вернуть обратно? Не та кнопка, не та кнопка, не та кнопка. Что же... А что я сделал? Твою мать! Как? Лукдун? А ну-ка. Нет, статистика поселений. Черт возьми. Я кое-что увидел. Я не понимаю, как я это сделал. И как обратно мне туда вернуться. Нет, советник мне точно не нужен. Как-то вывел отряд. Зараза. Придется повтор пересматривать. Я не помню, что я нажал. Нет, тоже не то. Там просто была галочка, по-моему, показываю... Ну, с помощью которой можно отменить сбор налогов в поселении. Как туда войти, блин? Почему это так сложно? Лукдун. Вот, по идее, статистика поселений. Ремин. О! Наконец-то. Автоуправление. Нет, это не та галочка. Так. Автоуправление. Оно может быть вот это? Ежегодные игры. Нормально. Вот, нормально, наконец-то. Так. А где общественный порядок здесь указывается? Аремин. Вот, общественный порядок. Плюс 80%. Сегестика. Плюс 115. Салона. Лукдун 110. Масилия. Вот, плюс 60%. Низкие налоги. А, тут вот так низкие налоги стоят. Я понял. Очень высокие Сегеста. Ага, то есть компьютер, в принципе, нормально регулируют на автоуправлении. То есть, где возможно, он повышает до максимума. Где, как сказать, общественный порядок низкий, он там понижает. Я понял. Ну, тогда пусть автоуправление будет. Нормальные налоги. Пусть тогда будет автоуправление. Меня-то устраивает. Ладно, один минус, один вопрос. Хоть с этим разобрались. Ну, по идее, если где-то будет совсем все плохо, то компьютер, по идее, должен налогоблажение полностью отключить. То есть, есть вариант очень низкие налоги, кажется. Ну да, если есть очень высокие, есть очень низкие. То есть, по идее, в Масилии сейчас компьютер должен налоги еще ниже поставить. Мятеж в Потавии. Это нехорошо. Только в Потавии? Это хорошо. Что там? Вокупная фракция Египет. Ну и ладно. Подумаешь. Не очень-то и хотелось. Полководец! Уходим! Император! Вперед! Ага. Они кончились, господинцы. В Потавии все не очень хорошо. Если так можно выразиться. А что? Денег не хватает? У тебя на... Так, ну тут нужны... Блин. Принципы. Академия общественный порядок не повышает? По-моему, нет. Вот и деньги закончились. Так, давайте тогда один отряд принципов отдадим Потавии, может быть. Хотя нет, не, не должно нормально все быть. Погнали сюда. Уходим! Так. Нарба Мартий. Отлично. Мы можем тебя атаковать. Приказы! Почему так медленно? Сраные баллисты. Все, и мне больше баллисты не нравятся. Так, если я сейчас на... На город нападу. То на меня сразу же галы нападут. Что логично. Так, Вугдун пока стой. Масилия отлично понизили налоги. Автоуправление имею ввиду. Так, давайте к городу чуть-чуть подойдем. Так, армия полная. Единственное, пока не знаю, куда ее везти. На юг, наверное. Пусть пока возле города стоит просто. Делаем ход. Двадцать шестьдесят. Так, ну эту битву нужно играть. Ладно, друзья, ну давайте. Тут уж сыграем, посмотрим. Единственное, тут нельзя играть сразу за две армии. Ну, как бы это и хорошо, потому что надо родить устройство. Это было бы полностью Unreal сделать. Мы играем за одну армию, а вторая пойдет в качестве подкрепления. Ибо это будет автоуправление компьютером. Как союзник будет управлять ею. Окей. Так, единственное, что я не совсем понял, с какой стороны придет союзник. Я не посмотрел изначально на расположение войск. Так, это конец карты. Противник у нас будет вот здесь. Спереди у нас преграда. Черт, ну это важно. Справа или слева. Ладно, давайте просто отступим назад. В любом случае он будет сбоку. То есть с одной из сторон. Максимально назад отступим. Так, не совсем правильно я сделал. Давайте вот так и вот так вот. Плотненько. И сейчас уже будем по ситуации смотреть, куда нам двигаться дальше. А почему у нас не полный отряд? Я что-то не понял. Почему? В смысле? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, девять, девять. Двадцать человек. Почему я еще два могу? Подождите, нет. Вы же не хотите сказать, что мне сейчас два отряда придет в подкрепление? Нет, подкрепление прибыло. Стоп. Во-первых, где гальское подкрепление? Я что, в лесу где-то? Я вас не вижу. Где же вы где? Подкрепление задерживаются? И вражеское тоже. Странная странность. Ну, смотрите, поскольку атакуют они, нам нет смысла идти вперед. Единственное, что я хочу посмотреть, что у них за армия. Ну, это, понятно, боевые отряды. Копьеметатели. Наемные копейщики. Они такие же, как и боевой отряд, чуть сильнее. Ненамного. Ну, понятно, это ребята с низким боевым духом. Вот, мечники. Их здесь немного, к счастью. Но против моих газатов в любом случае они не котируются. У них два отряда кавалерии. Так раз. Генерал. Вместе с собаки. Генерал. И на другом фланге тоже. Ну да, они, правда, маленькие. Ладно. Ждем тогда подкреплений наших и союзных. Пусть атакуют противники. У нас какое боевое построение? В принципе, меня все устраивает. Единственное, что кавалерию я, пожалуй, чутка... Дальше отодвину. Ой, что-то оно там дернулось. Так вроде нормально. Так, генерал по центру. И можно, в принципе, велитов, наверное, вперед выдвинуть, я не знаю. Или пусть так стоят. А мне не нравится, как оно, блин, неудобно расставлено. А, вот как мы можем сделать. Мы их сгруппируем. И сейчас можем отменить. Группировку они будут в одной стороне. Вот, отлично. Так, и так же давайте сделаем с кавалерией. Чтобы удобнее было ее выделять. Сгруппируем с генералом. И группировку отменим. Вот, так-то лучше. Все. Хорошо. Жаль, конечно, что тут нет шифта, чтобы сразу всех выделить. Ну хрен с ним. Так, прокрутим четко время. Пусть они подходят. Сейчас они объединят. Объединятся, либо нам надо будет армию на две части делить нашу. Так, я вижу, что ихняя кавалерия куда-то в сторону наш идет. Но я же вас не так расставлял. Почему вы так криво стали? Ладно, один хрен. Главное, ребят, вынести вражеского генерала. Если мы его вынесем, то победа будет за нами. И куда вы несетесь? Вы серьезно? Стоп, если несутся здесь, значит несутся там. Ладно. Бежать будете? Бежать будете, хорошо. Я не вижу второй отряд кавалерии врагов. Но, видимо, они на нас тоже несутся. Где-то в лесу. Где вы? Черт, на конфеты, конечно, гораздо удобнее. Я не понимаю, где второй отряд кавалеристов вражеских. А вот они. Все нормально. Они идут в качестве подкрепления. Скачут. Ну-ну. Так, этих отвели. Здесь кавалерий у нас тоже в боку стоит. Так, сделаем паузу. Я хочу, чтобы мои гастаты держали строй. Не разбегались. Вот так пойдет. Стрельба включена, стрельба отключена. Понятно. Включить стрельбу. Велиты. Что насчет вас? У вас, я, пожалуй, отключу отступление назад. Чтобы вы с одной точки стреляли. Вот все. Теперь можно продолжать процесс. Скачет вражеская кавалерия. Ну, сейчас мы ее попытаемся нашей кавалерии добить. Сколько тут рядов? Как-то посмотреть. 23 человека. У нас у генерала 46. Ну, я думаю, что в равном столкновении мы должны победить. Хотя с другой стороны может произойти что-то плохое. Да нет же. Плохая идея. Ну, противники массово отступают. Тут я проглядел. Противников, зашедших мне вбок. Давайте тоже попробуем противника обойти. Не знаю, я не вижу. Сейчас могу на кого-то наткнуться. Нежелательного. Ну, да ладно. Надеюсь, не наткнусь. Побежали, нет? А, я же не нажал в бой. Где вражеский генерал? Чего я не вижу? Я понял. Мы его просто расстреляли. Нормально. Дико, Валерия. А, почему не вижу уведомлений о подкреплениях союзных либо вражеских? Нас расстреливают, я понял. Вы бежите, нет? Стоп. Вот копеечки. За ними давайте бежать. Потому что я вижу, что здесь, кроме копеечков, другие отряды еще есть. Так, хорошо. Тоже, ребята, отступайте. Потому что вижу, что несете потери. Вот здесь бы не мешало в тыл ударить. Подкрепление в шалкой надежде спастись. Так, прогибли, в подкрепление. Да ладно. С тыла? Серьезно? Почему здесь? Почему отсюда? Ладно, надо затем быстренько заканчивать. Потому что так не годится. Идем все остальные войска вперед. Не-не-не-не, что-то я там ни тех никуда нажал. Так, меня интересует вот эта кнопка, вот. Чтобы посмотреть, куда я отправил предыдущие отряды. В принципе, друзья, можно вообще включить автобой. В данном случае, чтобы компьютер сам распределил. Да почему же вы так отклоняетесь? А, большинство этих моих велитов, они уже без... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Пауза-пауза. Где ты? Кавалерия. Ходи назад. Кого я там выделил, блядь? Отряд гастатов. Ну вы бегите, ну. Ничего непонятного. Пути копейщиков. О, лучников. Опять не бежите. Наследить, чтобы все... Все бежали. Так. Я не понимаю, где они? Уже соч... А, нет. Еще не близко. Подожди, они по несколько отрядов выпускают? Либо всю армию целиком? Всю армию целиком. Походу. Так. Короче, сейчас будем менять... Менять расположение наших войск. Причем быстро и кардинально. А как мы сделаем? Бегом сюда. Почему вот сейчас нельзя нажать, чтобы бегом бежали? Теперь все отряды... Пехоты, которые у меня тут есть. Бегом сюда. Велиты. Бегом за ними. Кавалерия. Выделись, пожалуйста. А где у врага еще есть лучники? Вот я их вижу. Давайте мы за ними будем охотиться. Кавалерия. Кавалерия. Бежать. Меня тут сбоку атакуют. О, еще лучники. Какая прелесть здесь. Да нет, 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 нет. Ну, 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 что же я... Злоебучие управления. Кто у меня побежал куда? Давай, 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 давай. Вот лучники, атакуйте лучников. Что у меня здесь? Потерял кавалерию? Твою мать. Почему здесь вы сражаетесь? Помогите союзникам лучше. Так, этих разбеги хорошо. Так, они, они продолжают поддвигать к нам войска, но благо обойти они нас по границе не смогут. Так. Гастатые. Не вижу, я там попадаю, не попадаю. Нет, куда? Кавалерию давайте в край. Отпускаем. Так, помимо, вторая армия у нас вообще задействована не будет, скорее всего. Скорее всего, судя по всему. Это наша кавалерия? Ну да. Где же мое подкрепление? Алло. Мне без него грустно и одиноко. Ну куда вы тут идете на меня, а? Это копейщики или мечники? А, это копейщики. Ну, это не страшно. У них боевой дух низкий, мы их с одного тычка разнесем даже. Даже не с тычка. С одного нашего вида. Ну, думаю, эти два человека не вернутся в бой. Тоже копейщики. Мы будем держать оборону, единственный наш вариант, я так думаю. Можно немножко наше войско выпрямить. Хотя нет, не стоит тут. Еще эти подкрепления к ним приходят. Так, остальные бегут, да? Ну, я просто к тому, что с тыла меня не обойдут. Не должны. В принципе, я все контролирую. Этот край у нас контролируется границей. Так. Это мне не нравится. Какого хрена вы сюда подошли? Как мне вас сюда вынести? Ну, давайте попробуем. Вначале вынесем копейщиков. Я думаю, что должны бы, по идее. Посмотрим. Вынесу, не вынесу. Есть. Есть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Бегом обратно. Есть контакт. Хорошо. Что происходит? Это наш отряд сбежал? Я не понял. Где-где-где-где-где-где-где-где? Да, это наши побежали. Плохо. Так, кстати, я не посмотрел, кто у противников здесь. Опа. Мечники. Ой, а вы кто? Ой. Это типа берсерки ихние. Так, ну это боевые отряды. Еще. Так, так. Копи-метатели. Кавалерия. Боевые отряды. Понятно. Это, получается, первые их отряды, которые пошли в атаку. Это именно мечники. Так, надо что-то менять сейчас. Балин. Так. Велитов в атаку, что ли, ввести? Для отсутствия альтернатив придется. Придется. Просто не хочу строй разбивать, потому что если я сейчас начну другие отряды отводить к ним на помощь, к моим гастатам, то у других откроется тыл. Чего я не хотел бы... Чего бы я, конечно, не хотел. Ну, пока так. Поможем гастатами. Ой, велитами. Противники потихоньку отступают. Ну, по крайней мере, боевые отряды ихние. Нет, велитов моих умелят, как... Как нифиг делать. Они сейчас побегут. Надо кавалерии как-то их попытаться обойти. Ну, черт. Тут их слишком много. Как их обойду? Здесь кавалерия нужна, чтобы... Давайте попробуем их отвлечь хотя бы. Может, часть войск на нас сагрится. На кавалерию. Если нет, то я им просто в тылу ударю. Гастаты, кстати, весьма хорошо держатся. Если это можно так назвать. Так, давайте сменим ракурс. У них там кто-то есть? В тылу нет. В тылу никого нет. На мяду. Какие-то резервные отряды. Мало ли. Нет, таковые отсутствуют. Ну, сейчас будем кавалерии, значит, работать. О, генерал. Вот кто мне нужен. Иди-ка сюда. Я надеюсь, что я с ним справлюсь. Да, у него там идут потери. Давай, 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 кавалерия. Есть, 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 стой. Отлично. Все. Все. Вот и гибель их пришла. Злоебучее управление. Вражеский полководец мертв. Слава богам. Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Ну, не все, конечно, но... К счастью, да. Отлично. Подкрепление прибыли. Очень вовремя, ребят. Прям максимально вовремя. Что бы я без них делал, без подкрепления этих? Надо добить максимальное количество победы. Завершить. Пофиг. Фух. Ну, в целом, можно сказать, что сражением я доволен. Сегодня он получил то, чего требовал. Ну, конечно, в реальном сражении несоизмеримые потери противников и наших войск. Убили 2200, практически потеряли... Сколько? Ну, 600... Грубо говоря, 700. 700 солдат. 2200 против 700 в три раза меньше потеряли, чем убили. Нормально. Ну, и плюс, целая армия вообще невредимая осталась. Ну, как-то так. Хотели сражение, вот вам и сражение. Единственное, что неудобно, конечно. На телефоне. Этим управлять. О! Командование целых три. Звездюрины. Отлично. Город расширяет Сегеста. Большой город растет по Тавии. Прям хорошие новости. Ладно. Все остальное сделаем уже в следующих сериях. Что мы там должны сделать? Да, у нас целая нетронутая армия. На этом, друзья, все. Я всех благодарю за внимание. С вами был Тимпоз. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Вы хотите видеть продолжение. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну, и все интересные ссылки в описании под видео. Всем спасибо. Всем пока. И удачи.